Добро пожаловать в S.T.A.L.K.E.R. Онлайн С вами снова Роман Задание Дерсу Узала Я сейчас нахожусь в локации аэропорт На аэродроме Квадрат Е4 И вот у этого товарища Федора Сальникова Возьму задание Привет, как сам? Просит меня о помощи, какая проблема И вот нужно выяснить что-то Сталкер какой-то брался за это задание И пропал Рассказать, что именно Он выполнял не может Сталкера зовут Юрой В кавычках Дерсу Не знает откуда у него такое прозвище Может быть в честь Дерсу Узала Охотника из романов Арсеньева Да это и не важно Ну так как, поищешь его? Конечно же поищу Вот я взял задание В поисках Дерсу Сталкеры на хуторе Скажу, что Обязательно Прочитайте романы Арсеньева Этого писателя Да, действительно есть такой роман У него Дерсу Узала Я его читал несколько раз И он мне очень понравился И также у Арсеньева Есть еще один роман Тоже, который мне понравился Называется он Сквозь тайгу Ну, они у меня в одной книге собраны Тоже несколько раз его читал Дерсу Узала Это охотник Который жил в начале 20 века На востоке нашей страны Ну, как нашей Тогда это была Даже не советская Россия Россия с монархом во главе Так вот, этот Дерсу Жил Ближе к Тихому океану Владивосток, Хабаровск В тех краях И русско-географическое общество Организовывало В 1906-1907 годах Экспедиции В тех местах В предгорьях Сихоте-Алине На границе с Китаем Там, в тех районах И вот этот вот самый Дерсу Узала Арсеньев, кстати, тоже принимал участие В этих экспедициях Во многих экспедициях На 20 века На дальневосточных И вот этот вот Дерсу Узала Служил проводником Несколько месяцев подряд В 1906-1907 годах Он помогал экспедициям Был проводником Замечательный охотник Ну и плохо говорил по-русски Потому что принадлежал К местным племенам Я уже сейчас не помню Как их там звали Эти местные племена Кстати, судьба этого Дерсу Довольно-таки печальна После всех экспедиций Арсеньев взял его Ой, сейчас уже не помню То ли в Хабаровск, по-моему Да, не помню сейчас Вроде бы в Хабаровск И получилось так, что Не сложилась у Дерсу жизнь В городе Не смог он свыкнуться В общем, он потом сбежал И умер То есть Человек такой вот Принадлежал Ближе к природе Нежели К городским условиям И, кстати, следующий роман Арсеньева Сквозь тайгу Тоже, если найдете Обязательно почитайте Там уже про Экспедиции Которые были организованы Уже в Советской России В Союзе В 1926-1927 годах Тоже русское географическое общество Оно организовывало Там был путь Хабаровск-Советская гавань Советская гавань Это поселок На берегу Тихого океана И вот через горные хребты Сихотая линия Эта экспедиция Несколько месяцев она шла Хабаровск-Советская гавань Тоже Арсеньев Напечатал То есть Не напечатал Написал хороший роман Сквозь тайгу называется Обязательно прочитайте Дерсу узала И сквозь тайгу Автор Арсеньев Итак Дал мне задание Найти Сталкера Так, вот он Сталкера на хуторе Нам нужно В6 квадрат В6 Смотрим Так, В6 Вот сюда мне нужно попасть Ну тут совсем рядышком Сейчас добегу Ну вот Прибыл я На хутор Подсолнухе в огороде Так, и вот Рома Сибиряк Наверное Нужно с ним поговорить Привет, привет Чего хотел Сталкер одного еще Так, вот как его Зовут Дерсу узала Его зовут Выбираем этот вариант Вот, видите Как я вам и рассказывал Персонаж такой В романах Арсеньева Если он проводником У него был Великий охотник Был Дерсу Говорят, но он на самом деле Существовал А не только в романах Ну, как я вам и сказал Действительно Был такой человек Который жил В начале 20 века На Дальнем Востоке Так, знаешь Куда он направился Спрашиваем Но сперва Видите Нужно помочь Этому сталкеру А потом только Он мне расскажет Ну что же Давайте Так Ветриченко Заказал штуковину Смастерить Проволоки Надо 30 Кусков 20 собрал Еще 10 Кусков Медной проволоки Хорошо Я помогу тебе Так Посмотрим Что у нас обновилось В поисках Дерсу 10 проволоки Нам 10 мотков Медной проволоки Чтобы Распроситься Смастериченко Угу Ну что же Будем собирать Проволоку По-моему У меня на складе В Любичи Несколько кусков Валяется Но с проволокой Думаю Проблем не возникнет Ее можно купить На доске По-моему Она довольно таки Дешевая Проволка Либо же искать В хламах Здесь Мне сказали Вот дома Какие-то По-моему Вот здесь Б3 Я еще здесь не был Ничего не знаю Есть дома И вот в этих домах Появляется хлам Там кстати Ищут и Электродетали Для квеста Собиратель загадок В общем 10 Медной проволоки Как только соберу Принесу сюда И буду Отдавать Роме Сибиряку Тогда и продолжу Я сейчас В доме Лень мне было С аэропорта Бежать В локацию Любич На свой склад За медной проволокой И я решил Забежать В деревню Здесь вот дома Здесь 4 подъезда И вот в этих домах За вчерашний вечер И сегодняшнее утро Я набрал 10 медной проволоки Вчера час бегал Где-то Здесь Да Около час Вечером И сегодня Вот тоже Около часа Тут бегаю Сижу Вернее Вот они тут появляются Радио детали Но что-то не берется Эта Деталь Ну вот за Вчерашний час И сегодняшний час Смотрите Что я набрал В этих домах Специи Спички Трансформатор 9 штук Медь Вот 15 даже А мне нужно всего лишь 10 Радио детали 13 Провод 18 Радиолампы 22 Таблетки разные Тут Крион Панангин Колдакт Анальгин Бинты Люго Левый мецитин Кстати Вот здесь вот Крион И Аспирин По моему Я тут нашел Капатоген Вот видите Порошок Всякие Ножпа Обрезки Микрочипы Изолента Витамины Йод Вот Аспирин 4 штуки Так вот Крион И Аспирин Нужны Для Крафта Нестабильного Раствора Вот здесь Крион Я буду Свидеть И еще Аспирин Да вот Еще Аспирин Ну Крион Здесь В локации Меняется На 4 Банки Тушенки На аэродроме Так И вот 4 электродетали Для Задания Загадки Здесь в аэропорту Будет собрать 30 электродеталей Эти электродетали Можно найти В домах В Любичи В окрестностях Любичи Но я там Часто бегал И Из-за того Что там Все время Сталкеры В домах Сидят Ну Найти не мог И вот Здесь Я провел 2 часа Вчера Час И сегодня Час Вот За 2 часа 4 электродетали Нашел Это к тому Что не так Просто их найти Как кажется И Для Квеста Собиратель Загадок Я наверное Буду их покупать С доски Потому что Сидеть так В домах Ну Мне Честно говоря Надоело Видите За 2 часа Всего лишь 4 электродетали Респ Раз В 3 минуты Или 5 минут Где-то так вот Ну Я сюда Пришел Только Из-за Так Вот Радиодеталь Вот Из-за Медной Проволоки Чтоб Не бежать В Любич Я здесь Посидел А вот Электродетали Смотрите 5 Вот 5 штук За 2 часа Так Радиоламп Ну все Я буду Сейчас уже Выходить Возвращаться Сталкеру Тому И отдавать Ему 10 Медной Проволоки Так И сейчас Я еще Вам Продемонстрирую Для тех Кто не знает Где эти Дома Находятся Так Вон еще Медь Еще Радиолампа В принципе Здесь можно Сидеть Вот так Добывать Весь этот Хлам Но из этого Хлама Нужны Наверное Только Нужны Наверное Только Радиодетали Электродетали Ну Наверное Медная Проволока И Таблетки Все Остальное Не нужно Ну Ладно Даже Медной Проволоки Больше Чем Нужно Собрал В принципе Если так Посидеть Может быть 30 Электродеталей Здесь Можно Набрать За Несколько Дней Выхожу И Показываю Вот тут Один угловой Дом И два Таких Дома Красных Двухэтажных Вот В них Можно Заходить Всего Четыре Подъезда И Медную Проволоку Здесь Вы Сможете Легко Достать Для Задания В Поисках ДРСУ Ну И Электродетали Тоже Здесь Можно Найти Не так Просто Но Можно Так Вот Сразу Собаки Тут Сагрились Вот Видите Вот Этот Угловой Стоит Дом Вот Там Один Подъезд Вот Второй Подъезд И Вот Здесь Два Дома Вот Этот Подъезд И Вот Этот Подъезд Самый Так Скажем Жирный Дом Это Вот Этот Вот В Этом Подъезде В Нем Я Больше Всего Времени Провел В Угловом Мало Времени Провел Ну Здесь Тоже Поменьше А Вот В Этом Больше Всего Потому Что Там Чаще Всего Попадаются Вот Эти Самые Радиодетали Микросхемы То есть Вот В Этом Доме Ну И Нахожусь Я Квадрат В3 Даже Вот В3 Вот В Этом Месте Видите Вот В3 Вот Тут Вот Четыре Подъезда В Которых Можно Собрать Радиодетали Электродетали И Медную Проволоку Ну Вот Медная Проволока У меня Уже Собрано Десять Штук Мне По заданию Нужно И Сейчас Я Возвращаюсь Так Куда Мне Бежать Да Вот Сюда Поисках Дырсу Вот Сибиряку Нужно Десять Мотков Проволки Ну Вот Сейчас Я Их Отнесу И Посмотрим Что Будет Дальше Добегу До Сибиряка И Там Продолжим Вот Я И На Месте Отдаем Роме Сибиряку Детали Так Принес Ему Проволок Спасибо Выручил Куда Дырсу Отправился Так Что Так Что Что Заявка Еще Один Подписчик Наверное Так Спасибо Куда Дырсу Отправился Спрашиваем И Рома Сибиряк Должен Нам Помочь К К Ништяку Спасибо За Информацию Так Теперь Мне Нужно Податься К Ништяку В Поисках Дырсу Поговорить С Ништяком Так Давайте Глянем Задание Ништяк В Деревне В Квадрате Д 6 Д 6 Ага Вот Оно Как Вот Эта Деревня Где-то Здесь Так Ну Значит Вот Мне Сейчас Вот Так Нужно Пройти По Эту Мосту И сюда Ну Что Ж Отправимся Так Вниз Да И Я посмотрел На форуме Информацию По этому Заданию По-моему Этому Ништяку Надо Будет Что Ему Надо Будет А Самогон По-моему Три Самогона Надо Им Принести Будет А Самогон Меняется На три Куска Мяса Вот Здесь Вот На аэродроме Так Что Я Сейчас Побегаю Тут Набью Кабанчиков 9 Штук Соберу Сырое Мясо 9 Штук Поменяю На три Самогона И уже Самогоном Отправлюсь Вот В эту Деревню Если Информация Верна На форуме Чтобы Два Раза Не Бегать Я Сперва Соберу 9 Кусков Мяса Сгоняю На аэродром Сюда Подменяю На три Самогона И уже Самогоном Пойду В деревню Д6 Потому что Если Все-таки Информация На форуме Верна Или Я Ничего Не Напутал Надеюсь Что Ничего Не Напутал Приду Уже Туда К ништяку С Тремя Бутылками Самогона Вот Так И Я В аэропорту И Сейчас Поменяю Мясо Так Вспомнить бы Только У кого Оно Меняется Я Принес Мясо Так Задание Выполнено Че там Три Куска Мяса За самогон Добавлен Самогон Подделено Мясо Так И Еще Надо Дважды Так Сделать Так Ну Судя Потому Что Игра Виснет Берем Задание Сдаем Задание Получаем Вторую Бутылку Самогона И Еще Разок Опять Вис Сталкер Онлайн Славится Такими Висиками Когда Квесты Берешь Сдаешь Так Принес Принес Мясо Держи Ну Все Три Бутылки Самогона У меня С собой Есть Вот Они И Теперь Можно Смело Отправляться В деревню К Ништяку И Если Он У меня Попросит Три Бутылки Самогона Они У меня С собой Будут Так Вот Квадрат Д6 Ну Вот Сейчас Вдоль Берега Пройду Здесь На Д8 Через Мостик И Сюда В деревню Дойду И там Включусь Так Ну Вот Я Почти Прибыл Вот Эта Деревня Она Какая Затопленная И Наверное Мне Нужно Вот К той Башни Водохранилище Там Горит Костер И Скорее Всего Вот Туда Мне И Нужно Попасть Я Скажу Что Вот Здесь Вот Вдоль Реки Когда Будете Идти Это Квадрат Г7 Тут Полно Инфракрасных Аномалий Микроволновки Как я их Называю Но Их Обходить Очень Легко По Краю Идете И Обходите Но их там Очень много Итак Я вот смотрю Там и Собачки Бегают Много Много Поэтому Я пока не знаю Как туда Пройти Ну Давайте На ваших Глазах Проделаю Этот Путь Опасный Так Вон там Собаки Смотрите Их там Много Я не знаю Наверное Имеет Смысл Ой А тут Лешие Да Не просто Будет Сейчас Могу Умереть Наверное Имеет Смысл Их Сперва Сагрить А потом Пробираться Так Вон Смотрите Митька Ништяк Вон он Сидит Вот туда Мне и надо Попасть И я надеюсь Тут не глубоко Я не утону Так Давайте Будем Идти Справа Потому что Там я видел Леших С лешими Конфликтовать Не хочу Пойдем Вот здесь Ну и конечно Надо будет Сейчас Собак Снимать Потому что Я сомневаюсь Что смогу Их обойти Ну может быть И смогу Если аккуратно Ну нет Вряд ли Вот они у меня Прям на пути Эти собачки И наверное Их надо будет Все таки Ой Ой Сколько их там Смотрите Какая толпа Какая толпа Собак Там он Еще один По моему Сидит Да Ну вроде бы Все Путь Свободен Я здесь Первый раз Поэтому Нюансов Не знаю Где собаки Где лешие Что за дома Можно ли Можно ли В них Зайти Ага Вот стоит Собака Ну Самое главное Я добрался До ништяка Посмотрим Тут точка Респа Есть ли А тут И точки Респа Нет Вот так вот Только безопасная Зона Так Ух ты Ништяк Смотрите Какой Какая-то у него Шапка Ушанка Без ушей Уши отрезаны В очках Каких-то Квадратных Руки Как у Кочегара Ну давайте Разговариваем Так Что надо Туда-сюда Нет Никто Есть Товарный Обмен А вот Он тут Что-то Меняет Дрова А я Ему Приношу Самогон Он мне Дрова Нет Парень Так Не пойдет Наверное Вот это У меня К тебе Вопрос Вот Видите Просит Самогон Тогда И о Вопросах Поговорим Так что Не зря Я взял Самогон Задание В поисках Дырсу Самогон Для Ништяка Вот Задание Три Бутылки Видите Как Хорошо Я Предварительно Прочитал Форум Принес Самогон А так Сейчас Пришлось Бежать На Аэродром Так Спрашиваем Его Про Дирсу Где Его Можно Найти Ух Ух ты На Караван Пошел Интересно Значит Мне теперь На Караван Бежать Видите Поговорил Там С Тамошним Народом С проводниками То есть Мне нужно Теперь Попасть В локацию Каравана И поговорить С проводником С каким Именно Только Там же Два Проводника Ну что же Интересно Становится С проводником Говорить Надо Ну что же Прибуду На Караван И продолжу Съемку Этого Увлекательного Выполнение Увлекательного Задания В поисках Дирсу Я на Караване Нахожусь В локации АЖ 6 Сюда Можно попасть Через Егеря В Тунгуске Думаю Все знают Вот здесь Стоит Егерь Который За 80 тысяч Отводит Вас В локацию Караван И вы Попадаете Здесь С востока Появляетесь Здесь На востоке Карты Вот У этого Проводника И нужно Узнать Где Находится Дирсу Спрашиваем Давно Ли он Видел Дирсу Я его Ищу Так Нужно Спросить У Диогена Тот К нему Частенько Навернался Так что Что-то Их Объединяет Хорошо Спасибо Теперь Нужно Отправиться К Диогену И Расспросить Его Диоген Находится На западной Части Этой карты Вот здесь На караван На караван Из поселка Радиус Чтобы появился Я здесь В западной части Вот в этом месте Я появлюсь У проводника Ну и тут Уже До Диогена Рукой подать Здесь Пробежаться Гораздо Проще Нежели 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 Какую-то Какую-то Гипотезу Мне Хочет Рассказать Но Меня это Не особо Интересует Куда Отправился Дирсу Собирался На болото Отправиться Координаты Меня интересует А, Ж, Три Все нормально Спасибо тебе Так, А, Ж, Три Это Наверное Восток Локации Давайте посмотрим Задание Обновлено В поисках Дирсу Путешествие На болото А, Ж, Три Ну что же Нужно Отправляться В этот Квадрат Давайте Посмотрим Когда Ну Я так и думаю Что Скорее всего Это Восток Да Так и Есть А, Ж, Три Вот как раз Здесь проводник Который От егеря ведет И вот А, Ж, Три Вот здесь Будем искать На болото Здесь верлиоки Ну радует Что хоть Недалеко От проводника Вот так вот У меня кстати Тут респу взят Так что Сейчас меня убьют Я появлюсь Здесь И пойдем На болото А, Ж, Три Будем искать Там Может быть Найдем Наконец Наконец Дирсу Вот я И прибыл А, Ж, Три Прямо Передо мной Нужно искать Здесь Дирсу Или его Остатки Здесь много Верлиок Поэтому Будем их По одной Выцеплять И Аккуратненько Проходить Вот впереди На острове Вижу Какое-то Дерево Большое Может быть Там Три Верлиоки Впереди Так Тут Их Многовато Конечно Надо Снимать Их Они Все Загряты Вот это Какая-то Здоровая Панцирная Верлиок Много патронов Ушло На панцирную Верлиоку С нее должна Лапа Выпасть Нету Мне кажется Надо Вот К тому Дереву Ити Быстро Конечно Там Все Тыкнуть И Свалить Верлиок Много Ну-ка Так Вот Здесь Кто-то И Валяется Быстро Тыкаем Осмотреть Место И Труп Забрать Найденные Вещи Некогда Читать Так Ака С именной Биркой Дерсу Так У меня Перегруз Все Надо Свалить А потом Почитаем Чат Из Заданий Вон Уже Ой Как Меня Стукнуло Неопытная Панцирная Верлиока Так У меня Перегруз Но Надо Валить Там Что-то Добавились Там Какой-то Автомат Мне Добавили Ну Это Вот Похоже Был Дерсу Убили Его Верлиоки Завалили Посмотрим Так Где у меня Жареное Мясо Безопасное Место Отойду Перегруз Еще Под Ёлку Спрячусь На Всякий Случай Так Чат Давайте Почитаем Что Там Произошло Я Взял Задание В поисках Дерсу Страшная Находка Добавлен Предмет Ремнабор Бинокль Патроны Аптечка Тактический Фонарь Зенит Советский Каллиматорный Прицел Жареное Мясо Пистолет Пулемет УЗИ Пистолет ТТ Патронов Целая Обойма Ну-ка Да Вот Пистолет Токарев Фонарь Зенит Бинокль Зачем мне Все это надо Каллиматорный Прицел Не знаю Так И УЗИ Пистолет Пулемет Ну-ка Пистолет Пулемет Что за УЗИ Куда он Экипируется А он Экипируется В основной Слот Видите Ребята Так что Так себе У меня Скорпион Стоит В этом Пистолетном Слоте Поэтому УЗИ Как-то Так Смотрите Ка Ребята Там Какой-то Чел На Караване Стреляют Все Во всех Поэтому Тарзан Вас Извиняй Просто я не уверен Не стал ли он у меня убивать Вот в чем дело Поэтому На караване Когда ходите Ребята Стреляйте Во всех Да И совет Который я давал В видео По загадкам Вот вы убили человека И не бегите к нему сразу А лучше вообще Куда-нибудь Заныкайтесь Это связано с тем Что У человека Может быть Вколота Психомоторка И он через 30 секунд Встанет И как раз Когда вы будете Бежать к нему Он вас убьет Это во-первых Во-вторых Он может быть Не один А с другом Особенно Если вы убиваете Клановых Клановые ходят По двое Трое И больше И вполне вероятно Что где-то рядышком На подходе Его друг Или клановый Соклановец Поэтому Будете бежать Соклановец Вас сольет И в-третьих У вас ник Видите Синего цвета Я сейчас туда побегу И синий ник Издалека Очень хорошо видно И если меня Другой сталкер Увидит Он подумает Что я пкшник И меня убьет Вот Три причины Почему не нужно Бежать сразу К сталкеру Ждите Когда он Риснется И только после этого Можно к нему Идти И то Желательно Конечно Еще некоторое время Подождать И человек Так же Не сразу Отступает Дело в том Что после Того Как убили Несколько секунд Проходит И человек Может крутить Камеры И после этого Он начинает Крутить камеры Смотреть Кто его убил Кто к нему Бежит Видите Он до сих пор Лежит И крутит камеры И скорее всего Он меня уже засел Я пока не пойму Почему он не встает Вполне вероятно Что где-то его друг Поэтому Подходить не нужно А мы ждем Все Он рискнулся Но он меня заметил Видите Он меня заметил И отступил Ну либо просто Не дождался Насчет кармы Ничего страшного Что карма повысилась За каждое убийство Карма увеличивается На 105 единиц Я его убил Но она быстро Снимается Тут за Кабанов По 40 единиц Карма уходит Поэтому ничего страшного Ну не забывайте Конечно Ее сбивать То есть Убили И сразу Моба какого-нибудь Застрелить Чтобы карму сбить Ну вот например Вон панцирка Какая бегает И тут еще Панцирка бегает Мне к этому человеку Вообще-то Не особо надо идти У него там Наверное Хлам один был Ничего ценного Да у меня и перегруз Ну вот Я его тут убил Вот с него выпало Ерунда Вот такой совет Сталкер онлайн Караван Вещь опасная Тут стреляет Каждый второй Каждый третий Сталкер Поэтому Либо вы Либо вас И так Дерсу узала Добавились Там всякая Шняга УЗИ я хотел Протестировать И надо Почитать Задание Что там Изменилось В задании Давайте кабанчика Застрелю Из УЗИ Покажу Как УЗИ Стреляет Ну вот Хуже чем По пушам И стреляет Вот так вот УЗИ Лупит Так И задание Почитаем Нужно срочно Сообщить Сальникову О найденном Трупе Ну все Возвращаюсь В аэропорт К Сальникову Беседую с ним Ну а сейчас Наверное Нужно мне Умереть Да Улететь на Тунгуску Потому что С перегрузом Ходить Или что-нибудь Выкинуть Ладно Что-нибудь Наверное Выкину Сейчас Вон Токарев Наверное Мне нафиг Не нужен В общем У Сальникова Встретимся Передвигаясь По каравану Услышал Звуки Выстрелов По-моему Это был Дробовик Но в любом Случае Нужно быть Очень внимательным И аккуратным На караване Стреляйте Первыми Всегда И второй Надеюсь Их было Всего Двое Продолжение следует Стап Выпал Так И ник У меня Стал Красный Статистика 207 Карма То есть Карму Надо убирать Сейчас На меня Разместили Заявочку 171 И Охотник Когда меня убьет Отправят В тюрьму Но Это караван Здесь Стреляют Первыми Так Слышал Звуки Там На горе Рауль Гонзалес Так Ну вот Такая Информация Рауль Гонзалес Мне тоже Надо Ктавру Поэтому Вынужден Тебя Убить Потому Что Не уверен Не убил Или ты Меня Караван Сталкер Онлайн Вещь Жестокая Ну вот А теперь Можно поговорить И с Тавром ПК Статус Карму Быстро Собьем Тут За кабанов Минус 100 Так Поговорил С Тавром Смотрите За задание Ведун В клетке Полмиллиона И опыта 36 тысяч В каждую ветку И еще Артефакт Щит Альфа Задание Выполнено Ведун В клетке Это я сделал Ну щит Альфа Это Я считаю Неплохо Мне дали Причем Я выбрал Уколоть Ведуна Уколом Там был выбор Либо помочь Ведуну Либо все таки Уколоть его уколом Который я взял У Черешникова Задание Ведун В клетке Берется Берется Вот в этом месте Сейчас покажу Вот Н4 Второй сектор Вот здесь В этом доме Ведун В клетке Берите у него задание Выполняйте Видите Сколько много опыта Дали И Полмиллиона Денег Вот так вот Я в аэропорту Подхожу К Федору Саленькову И говорю Что я нашел Дырсу Сообщаю ему О том Что Сталкер погиб Я видел его труп На караване На болоте Побирки на рюкзаке Я об этом И понял Камуфлированный АК Видите Ну Это связано с тем Что раньше За Этот квест Выдавали Автомат АК Не помню Какой модификации Мне Знакомый Говорил АК 74М Вроде бы Находил я в трупе Но вот Сейчас Разработчики Изменили И в трупе Теперь Я нашел Вместо автомата Пистолет-пулемет УЗИ Ну А квест Забыли Поправить Поэтому Здесь до сих пор Камуфлированный АК Точно В Дырсу Был именно Камуфлированный Автомат Хотя Нашел Это я Пистолет-пулемет УЗИ Что еще Записка была Следы Непробиваемого Рядом с трупом Были Да Хотя Я не помню Такого Много Странностей В этом Деле Выдал мне Награду И На этом Все Да Ну и Награда Это Не ахти Какая 10 тысяч Рублей И опыта Не очень То и много Выдал Так Выдал еще Мне Большой Сухой Паек Три штуки И Патроны Натуски 545х39 Бронированные 270 штук Да Вот они Ну и На этом Все Задание В поисках Дырсу Завершено Вот так Вот Спасибо За просмотр Этого Видео Надеюсь Я Вам понравилось В принципе Награда За Задание С учетом Того Что Теперь Уже Выдают Не АК А пистолет Пулемет УЗИ Который На рынке Стоит Давайте Посмотрим Сколько Он Стоит По моему Он Очень Дешевый Так что Награда Невелика И Выполнять Задание Стоит Ну Разве Только Что Ради Интереса И Любопытства Кстати УЗИ Вы видели Экипируется В основной Слов Как Скорпионы Его Экипировать Нельзя Да Вот Они УЗИ По 80 Тысяч По 150 Дешевле Даже Чем Скорпион Так что Вот Так Вот Ну Ради Интереса Ради Любопытства Можете Пройти Это Задание Весьма Интересное Спасибо За Внимание Последний раз Я эту книгу держал в руках Наверное лет пять назад Арсеньев Роман Вернее два романа Дерсуузала и сквозь тайгу Цена Два рубля Стоила книга Куплена еще в советское время Тогда была плановая экономика И цену на всех изделиях Ставили еще Во время производства Издательство Правда 89 год Я тогда еще учился в школе Был юным октябренком А вот Рекомендую Найти Книжку Купить Либо в интернете Скачать Дерсуузала И для тех Кому интересно Кто же это такой был Чем он занимался Как он жил Как печально Он погиб Рекомендую прочитать Этот рассказ Арсеньева По сути Этот рассказ является Экспедиционным отчетом Арсеньев Записывал Создавал свой отчет Во время экспедиции В 1907 году Арсеньев это не только писатель Но и Исследователь И кстати сказать Когда я начинал писать Отчет из своих экспедиций Я многое подчеркнул От этого автора Из Арсеньева Человек с глубокими познаниями Как в области биологии Так и в области географии Роман кстати я вам скажу Не очень большой Сколько? 250 страниц Да 24 главы 250 страниц Небольшой роман Так что рекомендую Прочитать Эту книгу Этот рассказ Ну либо же Тому кто читать не любит Сейчас поколение такое Что читают мало Больше времени проводят В интернете Посмотрите хотя бы фильм Снят он тоже В советское время В интернете В ютубе он есть Так и называется Дерсу Узала Так что Совет от Романа Прочитайте Или посмотрите Фильм Дерсу Узала Дерсу Узала Снят он